всем привет кошечки и зайчики девочки и мальчики всем добрый вечер субботний вечер выходные красота ляпота меня такой ужин сегодня не запланированный мукбанг знаете сидела девушка скучала дома вечерком решила сделать салатик салатик у меня значит из крабовых палочек я делала в общем без капусты но у меня здесь этот айсберг салат валялся у меня этот салат айсберг думаю почему бы салат с крабовым палочками сделать так как бывает что я с рисом делаю но не хочется мне такого знаете тяжелый все равно рис не хочу кушать вот сделала я с этим сайсбергом общем и еще у меня сэндвичи с сыром у меня есть такое вот этот как он называется мульти пекарь вот мульти пекарь и вот такие сэндвичи я всякие разные с начинками дело сделала сейчас просто со сливочным сыр такой у меня сливочный а вот как тянется на заставочку ну в общем это такая вкусноте у меня еще чайок здесь внизу чайок купила сыр такой вкусный по моему тысяча озер этот фирма сливочный называется он такой круглый вот вообще плавится так классно что попробуем салатик я еще думала добавлять авокадо в него или нет но мне кажется если добавишь авокадо будет вообще тоже классно все резала соломкой яйца тоже крабовые палочки соломочкой вот нет такого капустного запаха ой запаха вкуса ножка с капустой делаешься свежие она же капуста такое все равно вкус то а айсберг салат он он же не дает такого сильного как бы вкусно но хрустит вот авокадо добавить но я авокадо купила хочу сделать суши торт на мукбанг поэтому поэтому и я их не использую такая-то штука вот этот мультипекарь вообще классно на завтрак сэндвичи вообще улетают я и делаю с колбасой с помидорами сыром с помидорами в общем все что угодно горяченькие такие хрустящие с яйцом нравится сэндвич вырезаешь этот хлеб туда яйцо вбиваешь сверху чуть сыра и сэндвич жарится внутри желточек то есть когда кушаешь это вообще прям бомба вообще класс но у меня не redmond фирмы смотрела я более бюджетный взяла мультипекарь это dexp фирма они там около двух тысяч недорогие для три панели для мультипекарь это для сэндвичи там гриль панель и для венских вафель я вообще обожаю венские вафли их можно делать сладкими можно тесто делать с просто сыром с колбаской мелко нарезанный общем кто на что гораздо много рецептов сегодня сижу кукую дома одна сын ушел на день рождения даша у племянницы в гостях я ее отвозил и прошлась тут по магазинам в общем целый день дома практически одна сижу смотрю видосики в общем думаю дай-ка сниму мукбанг погода у нас погода сегодня шикарная солнце такое на улице минус пять так весной прям завеяло запахло прям тепло было на улице хорошо вчера купила лак для ногтей с кальцием укрепляющий я же сейчас не делаю гель-лак такой блестящий чуть-чуть маме тоже посоветовала потому что после гель-лака кстати сегодня не чесано такая голову сегодня мыло сижу сегодня короче по-домашнему прям после гель-лака очень слоятся ногти они истонченные потому что ногтевая пластина она не питалась получается кислородом это как не крути все равно это вредно делать потому что многие мастера говорят что не вредно не вредно все это вредно и ресницы вредно на это наращивать но я я уже привыкла не могу без ресниц свои тоже короткие становятся они обламываются то есть и ногти также после гель-лака их постоянно как бы если не это не делает что надо восстанавливать и ума мы слоятся она тоже сейчас перестала пока гель-лак делать так слоятся посоветовала ей укрепляющий лак для ногтей у меня уже конечно они не слоятся но тоже вообще пипец слоились а после того что я перестала делать белок отвечу на вопрос мне писали девушка канал хелен называется у нее по-английски написано нас гамбурга она мне задала вопрос под прошлом видео типа какой бы я стране хотела пожить если на полгода вот например уехать пожить в какой-то либо стране это знаете думала думал вообще по сути не было за границей ни разу не знаю как то не удавалось и загранпаспорта сделать вот как-то загадываешь она не получается то финансов ну как бы нету не вы не выделишь на найти на загранпаспорта сделать чтобы в общем какие-то всегда предпочтение как у меня сын у меня сын с мамой летали они в турцию несколько раз а насчет пожить не знаю почему то мне хочется в сша знакомая есть рассказывала у нее дочь живет там очень много интересного рассказывала про жизнь в сша она по моему не в канаде или в канаде живет точно не могу сказать каком городе муж у не русский в общем много там тоже русских живут каких там 90-х годах что ли период приезжали почему-то я бы хотел в сша пожить уж больно мне интересно как живут там люди ну всякое там рассказывала на мне вот насчет покупок у них интересно когда в магазине например вещи какие-то покупаешь то можно через помог течение недели вернуть их если например у нас бы не знаю если так было наши бы знаете носили потом возвращали хотя вал берез там же тоже например из одежды что-то заказываешь у нас тут вал берез и например за короче две недели дается срок что я могу вещь вернуть интересно люди такие знаете про нырливые может какой-то платье там купили на какой-то праздник одели там этикетку можно спрятать походили и могу ну и можно бить и сдать как будто она и не ношеная но в сша очень тяжело попасть у меня вот у мамы сестра двоюродная она в казахстане живет лариса привет если вы меня смотрите потому что я знаю вроде как что она меня смотрит один раз комментарий писала в общем то ли подруга то ли это вызывало ее как бы гостеводным как она называется что в гости тебя вызывают не получилось у меня приехать не пропустили по каким причинам ничего же они не говорят так что все-таки тяжело туда попасть не знаю чем черта не шутит муж когда нибудь я съезжу сейчас знакомую которая уезжает но она хочет как бы уехать там уже делаю всякие документы уж когда-нибудь у нее будет свой дом я старая пенсионерка поеду за границу сша я например отношусь так поездкам некоторые люди же до отпуска не вот все планируют откладывают там деньги каждый год надо куда-то выезжать у меня например так я деньги могу отложить на что-то более такое весомое как бы хотя тоже вот эмоции которые даст тебе поездка она она тебя зарядит на весь год то есть вот вчера с мужем только разговаривали я говорю вот смена обстановки это все это очень полезно он год ну вот в питер мы летали когда на новый год это вообще меня муж он любит когда все случается неожиданно то есть он не он вообще вот не любит планировать у него как бы он говорит если планируешь никогда не сбывается вот а если вот так вот раз трах бабах как говорится и ты уже чемоданы покушать вот у него так вот а я все-таки человек такой как-то все равно планирую но мечтать конечно не вредно я буду тоже всякое бывает бывает я вот мне жалко например не то что жалко есть другие важные вещи которые вот нужны деньги на них как бы а вот так вот и залазить кредиты как вот там некоторые люди ехать потом сидеть без денег последний деньги потратить на поездку нет я все-таки на такое я не решаюсь и опять же многие сейчас кредитах в ипотеках даже если и получается то что отпускные получаешь и нужно думать наперед как заплатить как оплатить все там уже остается чтоб на отпуск не нифига не остается чтобы куда-то съездить это хорошо когда квартира досталась там родители купили на ноги тоже знакомые родственницы тоже есть все родители помогают до сих пор там уже им по 30 чем-то лет своими внукам и родителям ой родителям если вы этим ну короче получается господи запуталась в общем родители помогают до сих пор своим детям 30 там пятилетним квартиру и машины все накупили хочу там разъезжай себе катайся свое удовольствие неужели у меня например не было возможности ой была бы возможность своим детям что-то дать я бы тоже купила квартиру и все так наши родители не имели возможности дарить нам квартиры мы все со своим мужем короче с нуля у него ничего не было и у меня ничего не было познакомились в общем все все сами нажимаем как у меня мама сейчас вот вот у меня сын он хочет уехать в питер когда закончит учебу на работу строится на работу там же вот мы к знакомые ездили смотрели почем квартиру там очень дорогие однокомнатная где-то 4 миллиона стоит квартира и у меня мама вот где же он будет жить нам но у меня нет таких возможностей чтобы покупать ему за 4 ляма квартиру значит старается сначала будет снимать также ипотеку можно брать в общем как-то да что-то нам ничего никто не давал а если у меня нет возможности такие подарки квартиры делать я же не могу расшибиться в лепешку все таки с капустой или вот вкуснее салат с айсбергом попробуйте салатом все вкусно он такой легкий так что не знаю этим летом может получится куда-то съесть не получится загадывать не будем многие спрашивают про мой ананас как я его посадила до чего да там я хотела сейчас ответить просто каждому писать если вот многие спрашивают в общем этот ананас купила моя мама в магазине просто в цветочном магазине был уже растения в общем она купила он маленький был у меня вырос за три с половиной года где-то потом дал мне вот цветок эту стрелку выпустил но не все как говорится них не всегда такое получается видимо у нас было очень жаркое лето он стоял на балконе и как-то климат ему подошел что лили что-то что он дал мне этот цветок этот плод потому что не не все растения это очень тоже редко так бывает там надо его как-то подкармливать окурить вообще ничего не делала когда дымом как-то его там не все у меня так вырос а сейчас вот этот вот маленький ананасик я живу отрезал эту верхушку то здесь сидите как листочки и его отрезаешь даже можно попробовать в магазине купить ананас этого отрезать вот эту листву короче ободрать вот этот плод плод вокруг чтобы не было кусочков никаких прям хорошо и поставить его нужно а нет сначала положить это на неделю подсохнуть в теплое помещение чтобы вот это вот где как где фрукт был сам она там все высохло вместе с этими листиками и потом поставить его в воду укореняться чтоб корни дал и там надо так стать чтобы листья не были в воде можете набрать в интернете много там и картинки видео есть как это как укоренить в общем и только когда корни появится тогда его можно сажать вот не знаю мама сейчас воду уже поставила вот эту вот попку или как листики эти в общем пока корней нету посадит посмотрим еще буду выращивать меня мама же цветы вот она разводит она продает тоже многие спрашивают ананас вот хотят купить кстати по моему тысячу рублей даже стоит он не дешевый опять же может он дать плод может и не дать это как повезет как вот климатические условия могут подойдут все-таки жар он любит а лето у нас было очень жарко может это помогло я вот так часто не поливаю немножко с вами поболтал в общем готовьте салатик вкусный тут у меня еще раз скажу айсберг огурец крабовые палочки кукуруза укроп и яйца отварные и майонез вкуснятина фу наелась сэндвичи кстати очень сытные очень ладненько всем хорошего вечера хорошего воскресенья поставьте лайчонок нажмите колокольчик подписывайтесь на канал мне очень будет приятно и всем пока пока до скорой встречи пока